Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и по названию вы увидели и поняли, что да, да, я взял себе Apple Watch. Немного ранее, наверное месяца 3 или 4 месяца назад я взял себе iPhone. До этого iPhone я не пользовался, наверное, лет 5-6. Последний мой iPhone был iPhone 5C. Так вот, если хотите интересного первого впечатления, смотрите, об этом есть видеоролики и некоторые другие видео о преимуществах и недостатках Apple iPhone. В данном случае это iPhone 11 версии, просто Apple iPhone 11. После этого я решил не останавливаться на достигнутом и взять еще Apple Watch. К примеру, может это не достижение, может быть я не могу что-то сказать, что это очень хорошо или очень плохо, но взял я себе iPhone как вспомогательный телефон, то есть не основной. И также сейчас взял Apple Watch, ну не знаю, может быть сначала как вспомогательный, а потом основные, если они мне понравятся и зайдут. Если нет, то просто-напросто буду, возможно, буду использовать и возможно придется это все продать. Так, во всяком случае, я от Android не отхожу. Мой основной смартфон Xiaomi Mi 8, которому уже 2 года на сейчас, даже, наверное, чуть больше уже пошел 3 год, я им пользуюсь. Помимо этого, у меня множество других смартфонов, на которые я делаю обзор и делаю упор на них, на те же Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 9S. Те, которые, ну можно сказать, в постоянном использовании, только вторичные, не основные. Итак, Apple Watch были куплены, чтобы понять, что такое смарт-часы. Да, вы сейчас не ослышались, у меня множество разных смарт-часов было и фитнес-браслета, фитнес-трекеров. У меня много было от Amazfit разных часов, вот сейчас у меня еще остались Amazfit Bip, сейчас активно я использую Amazfit GTR, были Amazfit GTS и может быть еще какие, но было много разных. Потом фитнес-трекеры, Mi Band всех, кстати, поколений, пятый едет-едет, никак не доедет. Заказал еще по предзаказу, обязательно будет обзор. Дальше, я делал видеоролики, сравнения, обзоры и опыт использования вот этих всех гаджетов. И мне множество зрителей писали в комментариях, что это все не смарт-часы. Да, я отчасти понимаю, что вот это вот Amazfit Bip или Amazfit GTR, это отчасти не смарт-часы, а продвинутый фитнес-трекер, можно так сказать, или смарт-часы лайт-версия, упрощенная. После этого мне говорят, ну, попробуй Samsung смарт-часы, попробуй Apple смарт-часы, и тогда ты поймешь, что такое смарт-часы. Я частично и согласен с ними, и не согласен, потому что, ну, это все-таки часы как минимум, а как максимум, ну, типа умные смарт-часы. Да, пускай у них там своей операционной системы нет, многозадачность не поддерживается, приложение дополнительно не устанавливается, но все равно это, можно сказать, смарт-часы. Я на этом не остановился, конечно же, чтобы понять, что к чему и как, купил Samsung Watch Active. Вот это уже в полной мере полностью можно назвать смарт-часами. Есть здесь множество плюсов, множество минусов, я использовал их, мне почти на 90% по всем параметрам и возможностям они нравились. Но был один очень-очень весомый минус, от которого я просто потом отказался. То есть я изначально пользовался GTR, взял Samsung Watch Active, пропользовался ими где-то около трех месяцев и пересел обратно на GTR. Об этом видеоролике есть, я рассказывал, что, почему, как и для чего. Ну и сейчас, опять-таки, чтобы понять, что такое смарт-часы, я взял Apple Watch. Apple Watch 3, серия S3, бэушный я брал, серия S3, 42 мм и брал, вы сейчас прекрасно знаете, что Apple Watch стоит очень-таки немаленьких денег и новые я покупать не хотел. У меня была цель взять какие-нибудь Apple Watch, чтобы попробовать, как они работают. Первое поколение 100% отпадало, потому что это уже очень старые, они все очень-очень или почти все очень сильно убитые и очень сильно отстают по характеристикам. Apple Watch 2 немножко лучше, но разница в цене не такая же колоссальная между Apple Watch 2 и 3, а вот Apple Watch 2 еще достаточно старые. А Apple Watch 3 на данный момент сейчас продаются даже новые. Вот Apple Watch 3 сейчас более-менее актуальны. Так вот, чтобы войти в экосистему смарт-часов, так скажем, полностью в экосистему Apple и начать пользоваться смарт-часами, решил начать с Apple Watch 3. Купил БУ, стоимость у нас в нашем регионе, я не знаю, у вас может быть чуть больше, может быть чуть меньше. У нас Apple Watch 3 вот примерно в таком состоянии, более-менее адекватном плане, 150 баксов плюс-минус 5 долларов. В общем, более-менее адекватная цена, учитывая то, что цена новых таких Apple Watch Series 3, 42 мм, почти 300 баксов. Там 250, 270, 280, в зависимости от магазина, ну, средненная цена будет где-то 270-280, вот так вот. Поэтому 150 и 270 разница как бы большая. А дальше смотреть на Apple Watch 5 версии очень дорого, учитывая то, что, я думаю, в ближайшее время уже должны скоро, этой осенью, наверное, представить Apple Watch 6 поколения. Вот как-то так. В целом, давайте посмотрим на нюансы по состоянию. Сейчас экран погаснет. И смотрите, любые, какие вы бэушные Apple Watch не возьмете, здесь небольшие вот такие вот потертости и царапинки есть. И любые, какие вы не возьмете Apple Watch бэушные, экран будет либо в мелких царапинках, либо в крупных царапинках, либо даже, может быть, в небольших сколах или глубоких повреждениях. Это все связано с особенностью стекла и выпуклости стекла и дисплея. Как вы видите, здесь стекло выпуклое и просто элементарно. Вот я предполагаю, что вот эти вот часы человек мог зацепиться просто-напросто кирпичную стену и все. Здесь сильно не нужно, можно просто-напросто зацепиться и вот пошли здесь небольшие такие вот потертости. Если на них так вот смотреть, это незаметно, заметно только под определенным углом, хотя царапины прощупываются, ощущаются. Так что, когда будете покупать или если будете покупать Apple Watch любого из поколений, имейте в виду, что царапины там будут. Исключение будет только, если человек использовал какое-либо защитное стекло сверху и бампер на окантовке. Дальше по состоянию они просто прекрасные, замечательные и отличные. Комплект поставки, естественно, вот это вот, что мы имеем. Ремешок плюс запасной ремешок, более длинный и есть более короткий. Вот такой вот сменный. Дальше зарядное устройство, ну возможно, что это оригинальное зарядное устройство с переходничком 5 вольт 1 ампер, который идет с этими часами. И шнур для зарядки. Это магнитный коннектор, с помощью которого подключается Apple Watch. То есть, там заряжается что-то не с час-час или час с небольшим. Магнитный коннектор очень хорошо держит. То есть, часы держатся на этом магнитном коннекторе. Здесь как бы проблем никаких не возникает. Ну, примерно аналогичная ситуация, как в Samsung. Если взять зарядное устройство Amazfit, все там GTS, BIP, то там либо Cradle, в который нужно устанавливать часы. К примеру, вот такие вот. А, да, еще Amazfit Verge у меня были. Verge, Verge Lite, об этом тоже видеоролик есть. Есть Cradle, в который нужно устанавливать не сильно удобные, как в BIP или Verge. И есть еще типа таких вот магнитных, но это бесконтактная, то есть, беспроводная зарядка. А в Amazfit GTR, GTS точно такая же, только будут два контакта еще, которые заряжаются. Ну, то есть, это как бы некое подобие на беспроводной, бесконтактной зарядке, но она контактная. Вот так вот. Ну, и это Apple Watch Series 3, 42 мм, версия LTE. Вот эта вот как раз красная точка на Digital Crown, на колесики управления, она обозначает версию LTE. Что это обозначает? То, что вот эти вот часы поддерживают сим-карту. Естественно, вы можете сюда установить электронную сим-карту, eSIM, к примеру, и пользоваться отдельно от вашего смартфона, а пользоваться как отдельной сим-картой, то есть, можете звонить с этих часов. С них и так можно звонить, но совместно с вашим телефоном. А здесь можно установить еще отдельный номер. Дальше по поводу экосистемы Apple. Я хочу сказать, что некоторые вещи у меня все-таки есть. Ну, это Apple Watch, это Apple AirPods, это Apple iPhone, и, ну, сейчас нет возможности установить его на стол, потому что место будет больше занимать MacBook Pro 2015 года. Первое, что у меня появилось за последнее время, это MacBook Pro 2015 года, и это больше для жены, потому что она занимается фотографией, нужен нормальный, адекватный софт для работы и хороший дисплей. Вот, было решено и принято решение взять такое вот устройство. Дальше я купил Apple AirPods, сейчас без которых я практически не могу обходиться, потому что это очень удобное устройство, и я использую ее на Xiaomi Mi 8, и это, наверное, одна из самых классных, на сейчас, пока на сейчас, не считая Apple Watch, самых классных покупок и максимально положительных впечатлений от использования Apple AirPods. Это еще первого поколения, им уже, наверное, больше двух лет, и просто классные наушники. Я не говорю, что здесь супер качественный звук, но здесь хороший звук, достаточно хороший, и они просто-напросто удобные. Я не люблю вакуумные, я люблю такие, такого вот открытого типа, и это мой идеал, по крайней мере, на сейчас. Время автономной работы, маленькие, аккуратненькие, очень хорошо сидят в ушах, то есть все супер. Ну и дальше, я где-то 3-4 месяца назад купил Apple iPhone, о нем у меня очень-очень смешанные впечатления, то есть множество положительных и множество отрицательных, особенно после того, как я использовал Android где-то 5-6 лет. И сейчас я купил Apple Watch. Первое впечатление меня, честно говоря, радует. Ну, первое, что хочу сказать по тактильным ощущениям, внешнему виду. Смотрятся они, ну, мне нравятся, классно все, хорошо, обалденно. И когда берешь в руку, ощущаешь вот этот вот металлический корпус, ощущаешь здесь нормальное, хорошее стекло. Видно, что это стекло, а не какой-то пластик, хорошее, плотное, литое стекло. Здесь точно так же, когда их берешь в руку, ощущаешь, что это, ну, какая-либо адекватная вещь, не кусок пластика, не кусок пластмасски. Вот берешь и мейсфитбип, разница здесь, да, конечно, колоссальная будет в цене, но и по ощущениям здесь колоссальная, просто колоссальная разница. По материалам корпуса это стекло, это стекло и алюминий. Приятно, классно все ощущается. Кстати, тоже, когда одеваешь на руку, они нормально, адекватно ощущаются. Вот этот вот выпирающий немного, кстати, он не сильно выпирающий и он цельный, на руку не давит, в отличие от тех же Mi Band, где очень сильно выступает вот этот вот датчик, может быть не сильно удобен, адекватен. Ну, вот на Samsung Watch Active здесь такой-то народный, более-менее адекватный, но там есть тоже свои нюансы. Здесь, например, ну, тоже не сильно удобно, но он, по крайней мере, маленький, может кому-то не понравится. По дисплею. Первое, конечно, что мы видим, это дисплей. Дисплей здесь OLED, ну, это примерно та же технология, что AMOLED. Это примерно такая же технология, как MMS Fit GTR, но качество дисплея мне нравится больше на Apple Watch. Вы сейчас не подумайте, что, как мне многие пишут, вот купил iPhone и мировоззрение поменялось. Что-то у вас в мозгу там переключается. Нет, я просто сейчас рассказываю свои впечатления. Я не рекламирую ни Apple. Мне Apple за рекламу не платили и вряд ли когда-либо заплатят. У меня небольшой канал, и им это абсолютно неинтересно. Я вот эти вот все покупки и экспириенс ради своего интереса делал, чтобы понять, что к чему и как. Для того, чтобы быть более объективным, когда я делаю обзор носимых гаджетов, смарт-часов. И для того, чтобы быть объективным, когда я делаю обзор Android, к примеру, вот таких вот смартфонов, и Apple iPhone, которые на iOS. Вот для этого я брал все вот эти вот гаджеты. Не для того, чтобы перестать пользоваться Android, а не начать пользоваться только Apple iPhone и, в принципе, продукции Apple. Вот это вот для всего я использую или пытаюсь использовать продукцию Apple. И да, если бы можно было Apple Watch подключить к Android смартфону, я бы, может быть, и не покупал Apple iPhone. В линейках Apple Watch есть несколько вариантов и моделей часов. Есть, к примеру, начиная с Apple Watch 3, то у нас здесь есть 38 мм и 42 мм. 42 мм немножко больше часы. Вот это вот как раз 42 мм, и для мужской руки 42 мм будет лучше. Для женской 38 мм. Они более аккуратны. А теперь перейдем. И да, кстати, там Apple Watch 5, там уже идут минимальный размер 40 мм и 44 мм. А теперь переходим к плюсам, которые я отметил, и к краткому обзору функциональности, потому что здесь говорить можно много, а я поговорить и сделать длинные видеоролики люблю. И люблю те, кому нравятся такие видеоролики, любят послушать, посмотреть и обсудить это все в комментариях вместе. Итак, смотрите, первое, что необычно, и это кольца активности. Вот видите, я сегодня же забрал эти часы, и сегодня же я их одел, и пока добрался домой, ну вот чуточку насобирал по кольцам активности. Что мы видим по циферблату? У нас указывается, это циферблат, кстати, настраивается. Единичка, это дата сегодняшняя, они все кликабельны, то есть мы можем перейти в данный пункт. Есть тренировки, можем быстрый запуск тренировки включить. Время, кольца активности. Три кольца активности. Давайте посмотрим, что это за кольца активности. Первое, красное кольцо, это подвижность, это то, сколько калорий вы сжигаете. Второе кольцо упражнений, сколько времени в упражнениях вы проводите. И синее кольцо, это сколько раз вы двигались в течение часа. Ну вот я в два раза в течение, ну не знаю, сколько там часов двигался. Ну то есть вам нужно набирать по умолчанию там 650 калорий сжигать, 30 минут тренировок или упражнений и 12 часов двигаться. То есть ну не то, чтобы 12 часов двигаться, а чтобы раз в час вы сделали хотя бы там 10-15 шагов, например. Это в принципе интересно стимулирует или должно стимулировать, по крайней мере посмотрим, к тому, чтобы ну немножко больше все-таки двигаться. Нравится очень много тренировок, потому что смотрите, вот это вот базовые, которые быстро добавлены. А дальше мы заходим в пункт добавить тренировку. И здесь в алфавитном порядке, смотрите сколько тренировок. Здесь столько тренировок всевозможных, что просто ну есть практически все, что вам нужно. К примеру, на Amazfit GTR или GTS здесь тренировок значительно меньше. Вот переходим в режим тренировка и видим, что вот это вот все тренировки. Здесь сколько там? 10, 11, 12 тренировок. Все. Вот это вот все тренировки. Ну и забегая наперед, скажу, мне не нравится, как они подсчитывают пульс и сколько калорий ты сжег. И твоя активность, ну не нравится, как они подсчитывают с бегом по GPS и ходьбой по GPS. Там все в порядке, а вот с остальным, ну не очень как-то. Посмотрим, как будет в принципе здесь. Ну здесь, как вы видите, очень-очень много всяких возможностей. Так, по управлению. Смотрите, так как это смарт-часы, то здесь поддерживается и установка приложений, и здесь поддерживается многозадачность. К примеру, мы в меню нажимаем Digital Crown и видим вот это вот все меню. Это стандартное меню, и сюда мы можем добавлять любые из приложений. Управлять можем Digital Crown точно так же. Это удобно. Приложение здесь есть вот отдельно, APP Store, и с помощью него мы можем устанавливать их. Можем через часы, а можем уже с нашего смартфона. Это классно. Дальше по управлению Digital Crown вход в меню, еще раз нажатие выход в меню. Можно управлять колесиком в любом из пунктов точно так же пролистывание. Такого вот плана вызывается. И вот эта вот кнопка, она действует как кнопка запущенных, последних запущенных задач. Вот они здесь. Ну и, к примеру, если вы включаете какой-либо из задачи, выходите по меню, к примеру, тренировку включаем. Включилась у нас тренировка. Мы вышли. Мы используем меню. Не знаю, включаем кошелек, включаем умный дом. Выходим в главное меню. Можем нажать сюда. А можем нажать вот так вот. И здесь у нас наша тренировка. То есть это удобно. Завершаем. И здесь прослеживается как раз и многозадачность. Реальные возможности смарт-часов. Я повторяюсь, смарт-часов. Что это все-таки смарт-часы. И бытует мнение, что смарт-часы есть только одни на рынке. Это Apple Watch. Отчасти, возможно, я согласен, но не на все 100%, потому что нужно это все увидеть и поработать. Во всяком случае, как и в iOS, так и в WatchOS отрисовка, шрифты, анимация просто суперские. Смотрите, во-первых, открывается достаточно быстро. Во-вторых, переход между приложениями, например, осуществляется тоже плавно. И очень удобно. Это классно. Потому что взять эти же Amazfit GTR, все там что-то на них гнали из-за того, что, как вы видите, оно нет никакой плавности. Да, пускай нет никакой плавности, но ничего, конечно, страшного нет в этом. Но ваш личный перфекционист может страдать от этого. Кому-то это не очень нравится. Также смарт-часы имеют пылевлагозащиту стандарта IP68 с данными часами можно плавать. Здесь есть упражнение для плавания. То это, в принципе, хорошо. Можете не переживать. Вот, смотрите, плавание в водоеме. Можете не переживать. Плавать, мыть руки, принимать душ, принимать ванну. И ничего с этими часами не случится. Следующее, что мне понравилось, так это возможность прослушивания музыки на данных часах. Есть две возможности, настолько я понимаю. Первая возможность – это прослушивание музыки, которая находится на вашем Apple iPhone. И вторая возможность – с помощью стриминговых сервисов. Ну, к примеру, на ум просто сейчас приходит, к примеру, тот же Apple Music. И, возможно, другие аналоги, например, Spotify или YouTube Music. Плюс ко всему сюда подключается гарнитура. И, например, на пробежку все, что вам нужно – вот эти вот Apple Watch и гарнитура. И все. Вам не нужен ни смартфон, вам не нужны больше никакие дополнительные устройства. А здесь очень хорошо. И плюс ко всему, сейчас я вам скажу, здесь есть модуль NFC, поддерживается Apple Pay с помощью самих часов. К примеру, вы пошли на пробежку, пробежались, послушали музыку, записали ваш трек, записали ваше время, калории, все по тренировке. И вам захотелось пить. И вы пошли в какой-либо магазин, супермаркет, подошли, расплатились с помощью Apple Pay, купив водички. И опять вам для этого не нужен смартфон. Очень хороший вариант для этих целей. К примеру, на никаких Amazfit'ах такого нет. По крайней мере, я не знаю. У нас в стране, я проживаю в Украине, не работает Samsung Pay. В России Samsung Pay работает. Mi Band с NFC у нас точно так же не работают. В России Mi Band 4 с NFC там работает оплата. То есть единственный нормальный, адекватный вариант с оплатой и с помощью смарт-часов – это Apple Watch. У нас в Украине. Еще один плюс данных часов – это то, что есть возможность совершать звонки. К примеру, заходим в меню, нажимаем трубочку. У нас есть клавиатура, где мы сможем набрать номер, который нам нужен. Ну, например, оператора мы набираем. В данных часах у нас есть динамик и есть микрофон. Вас витая, Лайфселл. Ну вот, пожалуйста. Просто я точно так же могу говорить. Громкость регулируется колесиком Digital Crown. Можно отключить микрофон, либо набрать следующий номер. То есть это все классно. И, например, у вас заняты руки, вы можете, к вам кто-то поступает звонок, вы можете ответить на часах, не на смартфоне. Тоже, в принципе, как вариант, удобно. Здесь же дополнительно вы можете отправлять сообщения, надиктовывать голосом, добавлять, отвечать на уведомления. Но сейчас, к сожалению, у меня пока еще ничего нет, так как часы я только-только привязал, практически ими не пользовался. Дальше есть возможность у нас разговора с Siri, запустить Siri и с помощью Siri уже сделать то, что... Вот, Siri, привет. Ну, вы все прекрасно знаете, что Siri – это помощник, электронный помощник, голосовой помощник. Ну, вы видите, что... Вот что мне удалось найти в интернете. Я понял. То есть озвучивание, как видите, есть озвучивание текста, и можете записывать или задавать какие-либо вопросы, чтобы она помогла, там, не знаю, установить будильник, напоминание или множество чего. Siri, установи напоминание на завтра, мне пойти, не знаю, прогуляться, закрыть кольца активности в новых моих часах. Apple Watch 3. Вот ваше напоминание. Ну, видите, оно уже сделало мне... Она, точнее, сделала мне напоминание, хотя, я надеюсь, я и так буду закрывать кольца активности по возможности. Ну, как бы, все это есть. Плюс работа с уведомлениями. Кстати, быстрый доступ к уведомлениям свайп сверху вниз, и доступ к в док, так скажем, станцию или лоток снизу вверх. Смотрите, вот эта вот связь, как раз LTE, что я говорил, подключены они по Wi-Fi, заряд 69%, включить вибро, ну, и множество там, включить режим не беспокоить, режим воды, фонарик. Фонарик, кстати, есть возможность включать 3 степени яркости. Даже не 3 степени яркости, а цвета, ну, и яркости само собой. Ну, и можно все это настроить. Дальше есть возможность управления камерой. Это тоже классная фишка, особенно тем, кто любит снимать по удаленке, например. Ну, то есть, сейчас покажу. Вот смартфон, а вот камера. Вот здесь, и вот здесь. Почему я люблю, почему мне эта функция может быть полезна? Потому что, например, во-первых, смотрите, Digital Crown у нас получается переключать колесиком прокрутки, какой у нас зум. А во-вторых, есть возможность начать фотоснимок, сделать фотоснимок или сделать, начать видеозапись. Если я буду снимать, например, самого себя, то удобно включить вот эту вот функцию и работать. Так как на смартфоне здесь, ну, увы, нет поворотного дисплея, можно снимать на фронтальную камеру, но зачастую фронтальная камера хуже, чем основная. Ну, вот очень и очень полезная фишка в этой степени. По поводу датчиков, как я и говорил, здесь есть NFC, здесь есть оплата. Apple Pay это очень удобно, потому что вы сможете использовать только вот эти вот часы. Настолько я знаю, может быть, поправьте меня, я не прав, в Украине у нас работает только Apple Pay. Все остальные у нас не работают. Возможно, в скором времени еще что-то добавят, но пока, увы, только Apple Pay. О приложениях и многозадачности я рассказал. Все здесь можно установить, множество чего настроить, добавить. Если чего-то здесь нет, пожалуйста, в App Store вы подключаете, устанавливаете, скачиваете без проблем. Это вам не Amazfit GTS и GTR и любые аналоги, где функционал ограничен. Ну и по датчикам. Давайте пройдемся по датчикам. Что у нас есть? GPS, есть возможность отслеживания постройки маршрута. Также это версия LTE, можно устанавливать сим-карты электронные. Есть высотомер, который измеряет высоту и количество пройденных вами этажей. Пульсометр на задней части, который вроде бы как адекватный, но мы посмотрим, настолько он адекватный и сравним с другими часами и фитнес-трекерами. Датчик освещения у нас подстраивается освещение, причем освещение подстраивается плавно. Это я уже заметить успел. Это не вот это вот, как вы видите, это не Amazfit GTR, когда работает освещение включается и подстраивается рывками. Сейчас оно более-менее адекватно, но когда я не поднимал руку давно, а потом в ярком освещении я поднимаю руку, они ну видно, что не так плавно. Дальше есть NFC, есть Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 4.2 версии. В Apple Watch 5 уже там Bluetooth 5 версии. Так, ну это я назвал некоторые плюсы, есть, конечно же, минус. Самый огромный минус это цена. Цена на данный Apple Watch, ну я вам озвучил, бушные серии с 3.42 миллиметра можно найти в районе 150 долларов в нашем регионе, и если это новые, то где-то 270, 280, 300 долларов за Apple Watch 3. Если это будет Apple Watch Series 5, там вам придется дать, если не ошибаюсь, более 500 долларов. Следующий минус это возможность подключения только к продукции Apple, ну естественно только к Apple iPhone и iOS. Если бы можно было подключить к Android, возможно, я не покупал бы еще и iOS и Apple iPhone. Ну и знаете, что, конечно же, автономность, так как это смарт-часы, а любые смарт-часы, именно смарт-часы будут работать ну 1, 2, может быть 3 дня, может быть кто-то там до 5 еще может рассчитывать, но в чем я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Но, к примеру, MS Fit GTR работает очень-очень долго на одном заряде, то есть они у меня работают где-то около 30 дней на одном заряде. В случае с Apple Watch это будет от 1 до 3 дней. Как будет у меня, ну, я пока не знаю. Пол дня, ну, чуть меньше, чем пол дня я погонял, пока все настроил, подключил, там было 90%, сейчас осталось 68%. Ну, учитывая то, что я очень много настраивал и сейчас все это вот демонстрировал, плюс использовал уже небольшую тренировку, то вот, как видите, такие вот нюансы. Надеюсь, что хотя бы два дня они будут вытягивать и это будет более-менее адекватно. Ну, и знаете, что не понравилось, то, что в большинстве смарт-часов и фитнес-браслетов есть отслеживание сна. Хорошее, плохое, какое-либо, но оно есть. У всех гаджетов, носимых, которые у меня были, они отслеживали сон. Здесь этого нет. Точнее, вы можете установить множество других приложений, но то, что я знаю, промониторил, просмотрел, есть приложение для отслеживания сна, и сон они отслеживают, может быть, плохо, может, хорошо. Вроде бы, как отзываются очень хорошие комментарии, но это платно, причем платно не раз заплатить, а с подпиской. И подписка там, к примеру, за год, там 12 баксов где-то, по-моему, нужно будет заплатить. Ну, в общем, неинтересно. Можно было изначально сделать это, но обещают в следующий Watch OS, который выйдет осенью, что будет отслеживание трекер сна на этих часах работать уже в базовой конфигурации, чему я, конечно же, буду рад. В целом, я сейчас обрисовал, зачем я покупал, для чего, сколько, как, и основные преимущества именно для меня преимущества и недостатки. Конечно же, есть еще отдельно приложение, которое устанавливается, изначально идет здесь Watch. По поводу настройки, кстати, я за циферблаты забыл сказать. Смотрите, циферблаты, ну, это те, которые есть. Есть отдельный пункт, где есть магазин циферблата. Вот эти вот циферблаты все бесплатные. Может быть, есть возможность установить дополнительно, но все здесь настроить можно. И, смотрите, по каждому из циферблатов есть разные варианты. Они анимированные, они красивые есть. Мне больше всего нравится именно этот из-за того, что он максимально информативен. Потому что, когда я посмотрю на свои Amazfit Watch GTR, то здесь настолько максимально информация, что мне очень-очень редко нужно заходить в меню и что-то там искать. Потому что все есть здесь. Но в Apple Watch не столь гладко можно все настроить. Не так много циферблатов, но где-то около сотни, а может быть немножко больше здесь есть. И они точно так же настраиваются. Например, взять... где наши кольца здесь это уже загруженные. например, вот такие вот. Мы можем настроить во-первых, цвет, настраивать можем, во-вторых, расширение можем настраивать. Вверху, слева у нас активность здесь очень много вариантов, что мы можем установить. И это хорошо. Вот здесь меняется пульс у нас. Вверху, слева тренировка, например, внизу здесь календарь, там музыка, я не знаю, заряд может показываться. Ну вот, вот это вот в принципе удобно. Ну и так по остальным циферблатам. Давайте я сейчас вкратце у меня некоторые циферблаты есть здесь загруженные. Вот я пролистаю, чтобы иметь хоть какое-то понятие. Вот эти вот все элементы они кликабельны. То есть на что бы я ни нажал, я перехожу туда, куда я нажимаю. Дальше вот такие вот циферблаты, такие вот. Кстати, здесь таймлапс. Циферблат оживленный. Облака или облака двигаются в зависимости от времени и все здесь классно. Вот такой вот анимированный. Смотрите, какая классная анимация. Ни на одном из смарт-часов таких анимаций я не видел. Красиво смотрится, просто обалденно. Причем они редактируются. Можно огонь, можно воду, можно еще что-то. И точно так же вот здесь посмотрите анимации классные, красивые, удобно. И по поводу сейчас здесь луна. Вот такие вот часы, кстати, время показывает пальцами, руками. но есть что посмотреть, есть с чем поиграться и я считаю неплохое решение, но хотелось бы немного больше циферблатов и более гибкой настройки. Хотя и так неплохо. Ну и множество других настроек. Здесь расширение, установленные приложения, например, какие будут еще сторонние уведомления, от каких приложений будут приходить уведомления. Док ваш что сюда будет помещено для быстрого доступа. Сотовые данные, экраны, яркость, автоматическая яркость, размеры текста. Все это здесь настраивается, причем множество, я еще даже не знаю, что здесь можно еще настроить и что можно сделать. А вот, пожалуйста, некоторые приложения, которые установлены у меня на телефоне, их можно установить и на Apple Watch. Почти, наверное, процентов, где-то настолько я это знаю, 90, можно приложения установить на Apple Watch, те, которые придуманы для iPhone и iOS. Здесь циферблаты и здесь приложения для Apple Watch. Здесь, как всегда, есть ежедневные подборки, лучшие приложения, худшие приложения, игры, которые, не знаю, конечно, как на них играть, но что-то похожее на Samsung Watch Active было и я как-то пробовал, но, к сожалению, или к счастью, я не игроман и мне это не сильно интересно. Дальше с ними есть приложение еще активность, здесь показывает вот как раз эти же кольца активности, здесь показывает сколько мы шагов прошли, какая дистанция, сколько калорий и есть некоторые награды, есть тренировки, здесь тренировки, награды, по наградам, вот интересно стимулировать вас для того, чтобы вы занимались, делали ходьбу, пробежки, некоторые упражнения, потому что есть здесь возможность зарабатывать награды, в принципе, может быть интересно, может нет, но и плюс ко всему где-то есть возможность делиться активностью и работать вместе с друзьями, то есть соревноваться с вашими друзьями, у которых есть Apple Watch, соревноваться там в ежедневной перспективе, в длительной, там, ну вот есть такие вот интересные фишки и нюансы, ну и плюс приложение здоровья в этом же приложении, все данные подтягиваются и сюда, и здесь множество рекомендаций, возможностей и всяких фишек и плюшек. Так, будем заканчивать данный видеоролик, я сейчас иду тестировать, использовать данные часы, буду периодически записывать, может быть, что интересное узнаю о них, или же потом полностью видеоролик о том, нравятся они мне, нет, опыт использования, сравнения с другими часами, в частности, например, MS Fidgetier, которыми я уже, наверное, около года пользуюсь, и Samsung Watch Active, все-таки это и это у нас смарт-часы, а вот это некоторое подобие смарт-часов, вот как-то так. По данному видеоролику у меня все, если вам это видео чем-то понравилось или было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал в соцсети, делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими, ведь многим оно может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok